Всем привет, ребята, Кент на проводе. Вы, наверное, у меня хотите спросить, мол, Кент АПК, чё это такое? Чё это за название? Кент АПК, ты чё хайпишь? Ребята, нет, вот мне, пожалуйста, поверьте, всё, что я скажу, это чистейшая вода и правда, и ни в коем случае не хайп. Ну что ж, недавно у меня произошла такая ситуация, что я, ребята, просто получил бан. Вы скажете, ну что ж, ну с кем не бывает, все получают бан. Но я, ребята, получил бан по очень необычной причине. Вы, наверное, спросите у меня, Кент АПК, что же это? Возможно, накрутка, возможно, это рассылка спама. Ребята, не тут-то было. Меня забанили по той причине, что я, Кент АПК, террорист. Вам не слышалось. Ребята, ещё раз вам повторюсь, что я не сошёл с ума, это не хайп, ничего. Меня забанили, потому что я террорист. И, конечно же, вы у меня спросите, мол, Кент АПК, а где профы? Это чё такое? Окей, сейчас всё будет. Ну что ж, просто, ребята, смотрим причину моего бана. Просто внимательно смотрите. Меня забанили по причине того, что я опубликовал это сообщение у меня в группе. То есть, кто не знает, у меня есть группа турнира и КВ Блок Страйк. Я просто опубликовал сообщение парня под ником Айсен Заболуацкий, и я получил бан. Ну что же такое в этом сообщении? Окей, читаем внимательно. Идёт набор в клан киллеры. Ну, как обычно, с ошибкой. Писать в ЛС. Надо 15-й левел. Нужен Галил АК Дигл. И, ребята, именно из этой строчки администрация ВК, ну как администрация, техподдержка ВК подумала, что Кент АПК занимается преступной деятельностью. То есть, они подумали, что я в настоящей, в реальной жизни набираю себе банду, банду людей, у которых будет настоящий Галил, настоящий АК и настоящий Дигл. Просто, ребята, рука-лицо. Рука-лицо. Я набираю клан, и из-за этого сообщения меня забанили. Что ж было дальше? Я, ребята, всё-таки решил разблокировать мою страницу, ну точнее, разморозить. Я нажимаю «Получить код», и как вы думаете, что же произошло? Внимание, листаем немножко выше. Я, ребята, ну, нажал «Получить код», после этого я ввёл код, и мне обратно пишет «Андрей». Так, так, поправочка. Какой Андрей? Вы мне спросите, да? Так, дело в том, что я тоже спрашиваю администрации ВКонтакте. Какой Андрей, чёрт возьми? У меня никогда не было странички с именем Андрей. Этот вообще, этот номер, это вообще номер моей мамы. И моя мама ни в коем случае не Андрей. Ребята, как это могло произойти? Андрей, мы обнаружили подозрительную активность и временно заморозили ваши страницы. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. И, короче, ребята меня заблокировали по причине того, что я вступил в группу «Пингвин. Вдохновение, мотивация, успех». Я впервые вижу эту группу. У меня, ребята, насколько бомбануло, мне насколько пригорело. Потому что меня забанили непонятно за что. Спустя минут 5 или 10 я нажал «Восстановление страницы». Я всё-таки нашёл свою страницу. То есть там надо было ввести свою фамилию, свой номер. Потом мне обратно пришло смс. И я всё-таки, ребята, разблокировал мою страницу. Возможно, вы также подумаете, что кто-то, ребята, взломал мою страницу. Но не тут-то было. Потому что есть такая вкладочка под названием «История входа». То есть она есть у каждого в разделе «Настройки». Я, ребята, туда зашёл. И я видел, что заходили только с моего устройства. И никто меня не взламывал. Потому что если бы кто-то зашёл с другого IP, то всё было бы видно в «Истории входа». На данный момент я написал в техподдержку ВК. Ребята, возможно, я в чём-то ошибся. Возможно, я был где-то неправ. Потому что вся эта информация ещё, ну, не до конца точно. Хотя я уверен почти на 100%. Но всё-таки, ребята, всё возможно. Возможно, я где-то ошибся. Возможно, это всё-таки администрация ВК меня забанила по делу. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Поэтому, если вам интересно продолжение этой истории, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. И как только мне ответить их поддержка ВК, я, естественно, сниму продолжение. Ну что ж, а с вами был ваш Кент. Всем удачи и всем... Ребята, поставьте лайк и подпишитесь. И всем пока.